Обычно ветеран специальной военной операции приносит в этот зал экспонаты, вещи с передовой, фотографии, трофеи. Например, из недавнего табличка Троицкая, поселок, освобожденный нашими бойцами. Теперь участники СВО, члены их семей, могут прийти в Крывеческий музей на эту выставку и не только. В рамках акции «Музейная неделя» культурно провести время можно бесплатно. Мордовский Крывеческий музей имени Воронина на постоянной основе оказывает посильную помощь нашим бойцам на СВО, принимает участие в плетении маскировочных сетей, в отправке гуманитарных грузов, в проведении различных мероприятий патриотической направленности. И, в частности, в настоящий момент Крывеческий музей принимает участие во всероссийской акции «Музейная неделя СВО», которая инициирована Министерством культуры Российской Федерации. Эта акция направлена на приобщение участников специальной военной операции, а также членов их семей к культурным ценностям, к историко-культурным особенностям родного края страны. Для участников акции в Крывеческом музее приготовили обширную программу. Так, например, завтра для детей проведут мастер-класс по объемной аппликации «Волшебный цветок». Хотя и взрослым это будет тоже интересно. А в воскресенье, например, можно побывать на интерактивном занятии «Как жили древние люди». На нем расскажут об эпохе неолита, о камне, которому уже около 7 тысяч лет, можно будет даже потрогать. Также гости могут побывать в святая святых Крывеческого музея – таксидермической мастерской. В ней расскажут и покажут, как создается чучело животных. Процесс этот очень кропотливый и небыстрый. С рыбы снимается шкура, и удобнее делать ее отдельно. То есть разрез делается по одной стороне, которая не лицевая. Лицевая сторона остается так, чтобы не было никаких разрезов. Если нужно, удаляются и плавники, ну вот, допустим, не парные я оставляю, а парные я удаляю, ими заниматься отдельно. Они тоже расправляются, высушиваются, покрываются специальным составом, чтобы они были мягкие. Жабры тоже удаляются и делаются искусственные. Вырезаются, окрашиваются, чтобы они выглядели как живые. Музея имени Эрзи тоже ждут бойцов СВО и членов их семей. В рамках акции можно будет не просто посмотреть выставку в селе Кипетербург, например, но и лично пообщаться с автором работ Игорем Крапивиным. И эта встреча и экскурсии не ограничится. Игорь проведет мастер-класс на выбор. Это будут либо эрмитажные коты, все мы знаем, что в эрмитаже живут прекрасные четырехлапые и хвостатые создания, известные на весь мир. И в его творчестве эти персонажи также представлены. Помимо этого можно будет принять участие в мастер-классе, посвященному облику Санкт-Петербурга, изобразить его во всей его красе. 27 и 30 июля в Музее Мордовской народной культуры проведут мастер-класс «Гню военно-морского флота» и интерактивную экскурсию «Дорогами предков». А в Музее Эрзи в течение всей недели можно будет посетить еще и интерактивную экскурсию, посвященную мордовскому семейному костюму. В обновленном зале декоративно-прикладного искусства можно погрузиться вглубь истории и культуры мордовского народа. А еще в зале декоративно-прикладного искусства есть целая книга эмоций, где в том числе участники акции «Музейная неделя» могут оставить положительные отзывы, приятные впечатления, комментарии, поблагодарить сотрудников музея или просто оставить воспоминания о себе, как это сделала наша съемочная группа. Арина Лешкина, Александр Зюзяев. Наши новости.